Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова. «Без права на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. Количество общих этих танков сейчас уже перезашкаливает. То есть, просто смотрите на эту картинку, можем посчитать, за несколько сотен. И эти танки уже себя исчерпали. Больше Т-7-вторых нет. Поэтому сейчас идут поставки леопардов. Какие идут леопарды? Ну, во-первых, если брать, вот смотрите, видите, Канада, Леопард 2А4. Польша Леопард 2А4. Значит, вот леопард, леопарды, ну, это шестерка немцы. Немцы еще Леопард 2А4, вон, еще Норвегия Леопард 2А4 поставила. Это танки устаревшей модификации. Танк 80-го года проектированный. И сегодняшний трибль ему не отвечает. У вас здесь нет еще Леопарда 1 в этой схеме. Леопарда 1. А Леопардов 1 их поставлено было достаточно много. Ну, это не все. Значительная парка Леопарда 1 была поставлена. Это вообще танк по уровню соответствует нашему Т-55. Мы так говорят. Ах, почему у нас Т-55 выходит? Ну, потому что против этого каракатицы Леопард 1А5, вот, кроме как Т-55, и посылать нечего. Может, 62-ку. Ну, с кем еще воевать? Челленджеры и Абрамсов, вот, видите, совсем немного. Вот Абрамсов 31, челленджеры, там, значит, вот, 14 штук. И то их сейчас англичане отзывают, по-моему, поскольку самим не хватает своих танков. Вот. А обеспечить восстание производства они не могут. То есть теперь они, получается, должны поставлять уже свою технику. Американцы могут на выделятеля М1А1, то есть старая модификация Абрамсов. Их не жалко. Они их могут с финалом брать и направлять. Их достаточно много. Ну, там у них где-то, вот, если брать по этим Абрамсам, там, за полторы тысячи есть. Но новейшие танки М1А2 и большие модификации поздние, их всего около полутора тысяч в США. Поэтому двойки М1А2, они вряд ли пойдут туда. Тем более новейшие модификации ZEP там или еще какие-нибудь. Leopard 2А4, А6, вот, которые поставила Германия, больше их не поставляли, такие машины. Leopard 2А6 – это очень мощная машина, с очень мощным, с мощным орудием, с длиной ствола 55 калибров, 120-мм. Это очень серьезный противник. Но они все сгорели еще в 1923 году. Но не все, а значительно сейчас их сгорело. И сейчас их добивают. Поэтому поставлять такие танки, вот, я думаю, что Германия больше не будет. Тем более, что у них их тоже не так много. Поток танков, собственно говоря, уже сейчас прекратился. В массовом порядке. Потому что для того, чтобы компенсировать потери ВСУ в танках, при тех темпах, которые у них сейчас есть, им нужно очень серьезно воссоздавать танковую промышленность. В Британии они этого сделать почему-то сейчас не могут. Значительная степень от того, что утрачены школы. В Германии для наращивания выпуска танков у них сохранились школы, и все нормально. Но там нужно наращивать производственные мощности. Для этого нужно сырье, сырья которого нет, они отключились от нас. Для этого нужна выплавка нефти, смеси, сталь. В общем, вот эти все вещи, просто чтобы произвести. Станки, наконец, нужно выпустить в неодлежащее количество. Просто расшить производство. Станки нужны и там все остальное. Поэтому у них сейчас ресурсов для этого нет. Фантики есть, а ресурсов нет. Поэтому вот такая штука, значит, с этим тоже не получается. Так что с танками дело тут сейчас, скажем, у них уже притормозилось. Куда легче у них дело обстоит с легкими бронемашинами. Ну, даже уже бронетранспортеж не посылают. Они посылают уже боевые бронированные машины, представляющие собой, по сути дела, патрульные машины, сделанные на базе грузовиков, грузовом шасси повышенной проходимости. Вот. Тут проще расширить производство. Просто часть тех шасси, которые шли на выпуск грузовых машин, могут быть пущены на создание вот этих бронированных машин. Тем более много стали там не требуется, бронирование там тоненькое. Вот. Зачастую композитное, поэтому они это могут быть. Таким образом, поток вот этих легких бронированных машин в ближайшее время вряд ли будет сокращаться. Будет продолжаться поток стрелкового оружия, боеприпасов. Артиллерийские системы тоже будут свертываться, потому что большие потери. И самоходные, особенно самоходные артиллерийские системы, все равно что танки. Вот. Ну, для того, чтобы обеспечить выпуск их в достаточном количестве, нужно, опять-таки, дополнительные мощности. Сегодня, вот то, что я наблюдаю, это переход к поставке стрелкового оружия, противотанковых средств, зенитных огневых средств. Но, опять же, в очень ограниченных объемах зенитных огневых средств. Меньше, чем было раньше, вот в 23-м году, в 24-м, в начале 24-го года. То есть, на данном этапе мы можем сказать следующее, что по танкам поток в значительной степени уже иссяк. Они сейчас идут в небольших количествах техники. По боевым бронированным машинам он будет продолжаться. И может даже наращиваться. По боеприпасам он будет... То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно. Субтитры создавал DimaTorzok